Привет! Финал МХЛ чудо как хорош! Авто и Локо сыграют седьмой матч, а вчера ярославцы отыгрались за две минуты проигрывать две шайбы. А теперь вспомните финал КХЛ. Новая московская Динамо. Каждый год клуб меняет юридическое лицо и какое из них настоящее мы уже забыли. Зачем все это? В Динамо Москва очередные перемены, смены юридического лица и хорошо, что деньги выплачивали вовремя, а то бы сил не хватило на очередную весну с мрачными пресс-конференциями, забастовками и скандалами. Сейчас легче. Наконец случилось то, о чем говорили с ноября. И я не про уход Шанцева, а про новых владельцев. Думаете, теперь что закончилось? Да все только начинается. Новые уже дали понять, что будут решать отдельно по каждому хоккеисту, даже с действующим контрактом. Вроде бы подтверждено, что Владимир Крикунов будет тренировать команду в следующем сезоне, но я в этом сильно сомневаюсь и не удивлюсь, если на первую игру спортсменов увидит новый тренер. Плюс в хоккей возвращается Андрей Сафронов. Пока он в тени, но обязательно проявится. Вопрос в сроках. В общем, очередные перемены и у меня есть сомнения, что будет лучше. Только один вопрос. Разве в клуб возвращаются не те, кто должен хоккеистам за позапрошлый сезон? Люди-то новые, но владельцы старые. Нет, я совсем запутался. Странное происходит в сборной России. В команду приглашен человек, который с 13 января провел всего лишь два матча. В команду пригласили Богдана Киселевича. Но хоккеист последний раз выходил на лед 12 февраля, а до этого играл 13 января. То есть всего две игры за 4 месяца. Глубокий запас, уверен, отвратительное настроение, потеря формы и практики. Да, у него впереди Евротур, но это три матча и так быстро все не возвращается. А чемпионат мира будет такого уровня, что ошибаться нельзя. Я видел, что кто-то из экспертов сказал, что Киселевича взяли потому, что он здорово смотрелся на последних двух чемпионатах мира. Но это странная логика. По ней и Александр Мальцев заслуживает вызова в сборную, так как он тоже здорово смотрелся. Я не против Киселевича и глубоко сочувствую тому, что он фактически пропустил сезон по непонятным причинам, вряд ли связанным с его игрой. Но у нас в сборной нет дефицита защитников. Мы даже не взяли Алексея Марченко, который провел шикарный плывов. Зачем же звать Богдана? Ему надо прийти в себя, а не получать еще одну стрессовую ситуацию. А прошлой ночью скаутом сборной России поработал Рот Бриндамор. Его Каролина сравняла счет серии с Вашингтоном и мы можем получить Орлова, Кузнецова и Овечкина. Наряду с Тартареллой Бриндамор претендует на звание Героя России. И последнее. Владислав Бульин будет помогать Алексею Ждахину в торпедо Усть-Каменогорск. Как вам эта новость? Это единственное, что мы не обсудили с Анатолием Голушевым, но зато подняли другие темы. До свидания. Все-таки ты обговорил свое решение с Айлендерсом? Ну, мы много встречались в сезоне, общались там. Я спросил просто, если я останусь здесь, меня поймут. Мне сказали, что да, мы все понимаем. Семья, двое детей, так что это будет полностью твое решение. Так что у меня еще будет, я думаю, попытка уехать в НХЛ, как бы, и там все будет зависеть от меня, от них. Если меня будут ждать в команде, и у меня будут силы поехать, и, в общем, возможность будет поехать, то я не исключаю этот вариант. Ты же год назад ездил в Нью-Йорк, да? А что тебе показали, вообще, как прошла эта поездка? Ну, я ездил туда после операции, мне делали, выбирали паховые грыжи, вот, поехали туда. Сначала нас, ну, меня свозили на обследование к врачам, так, посмотреть, все ли протекает хорошо после операции. Вот, а потом уже показали тренировочную арену, в принципе, все, как там у них обустроено. И, ну, поездили по Нью-Йорку, нам все показали, рассказали, очень интересно, такая поездка получилась. В раздевалку заходил? В раздевалку, да, я, конечно, заходил, все видел, это тренажерный зал, там много пацанов видел, тренировались. Коля Кулерин там был в тот момент, так что и с ним там пообщались, потом встретились, вечерком поужинали. И, тем не менее, такие поездки на игроков оказывают чуть ли не магическое влияние, ты же все-таки после этого года решил, не стоит. Ну, знаете, как было, мы когда там находились, я прям ехал жене, ну, после каждого вечера я жене говорил, 100% поедем, все, мне вообще тут нравится, все, 100% поедем. Вернулись в Россию, понятно, что уже чуть-чуть по-другому начал думать, что это еще тогда не знал, что у нас будет второй ребенок, мы не знали об этом. Они как бы были готовы ехать. Потом уже жена сообщила, что она беременна, и начали думать, может быть, если бы был один ребенок, возможно, мы поехали, возможно, вот прямо сейчас. Но на самом деле для меня это очень трудно будет, я считаю, что на Лонгайленде надо снимать дом и иметь две машины. Мы особо английский не знаем, но двое детей, как бы, и хочется, наверное, здесь хотя бы чуть-чуть подзаработать, чтобы себе обеспечить уже какую-то базу, чтобы, ну, дальше жить, а потом уже туда ехать. Я думаю, что сделал правильный выбор для себя, как бы, и ни о чем не жалею. Контракт у тебя на 4 года, тебе будет 28. Есть ли какое-то условие, там, договоренность с автомобилистом, что могут прервать это соглашение через 2-3 года? Ну, при подписании контракта мы обговаривали, потому что контракт длительный. Вот, и, в принципе, автоавтомобилист мне пошли на встречу, как бы, и у нас есть договоренность, да, с директором клуба, что, если у меня будет желание, через 2 года я могу уехать. С другой стороны, через 4 ты можешь выбирать сам клуб в Америке, а не Алендерсу, и не будешь принадлежать. Ну, я думаю, это будет не очень порядочно и не очень красиво с моей стороны. В принципе, меня там все устраивает. Нет такого, что я не еду туда, там, допустим, из-за тренера, либо из-за генерального менеджера. Так что я бы хотел поиграть в Айлендерс для начала. А насколько для тебя стало важнее то, что, ну, хорошо даже с двумя детьми можно переехать, но ведь я могли в любой момент отправить в Bridge Sport? Ну, да, я про это и говорю, что все трудности, все в совокупности. Просто, понятно, переезд, это все возможно организовать, но вдруг там что-то не пойдет и как быть тоже это, ну, хотя понятно, что мне говорят, обещают, что будешь играть, но я думаю, так любому игроку, чтобы они приехали. Так что, ну, посмотрим ближайшие два года, буду стараться, стараться помочь автомобилисту выиграть. А ты им позвонил, сказал, что я решил остаться. Ну, было так, как бы, для меня не совсем это понятно, я не знаю, как объяснить. Я подписал контракт сразу после игры с Уфой, последней. Ну, вот, и в принципе уже все, ну, там у меня были несколько выходных. И потом я начал готовиться к сборной. И вот, когда подписал, через два дня, или три, два, по-моему, дня мне звонят, говорят, что, ну, ты сможешь приехать, грубо говоря, завтра и мы тебя ждем. Я говорю, ну, ребят, я подписал контракт уже, все. Ну, они, почему нас не спросил, ну, я говорю, ну, весь сезон прилетали, почему мне не сказали, что меня, если будет возможность в этом сезоне сыграть, почему мне не сказали, что там ждут меня. Ну, мне сказали, ну, мы не думали, что так и рано вылетите и прочее. Я говорю, ну, я все, уже подписал, и назад уже ничего не вернуть. Обиделись, как думаешь? Да нет, и что, обижаться, это бизнес, я думаю, нет. Если бы тебе точно сказали, ты приедешь в этом сезоне, поиграешь там в регулярный счетчик, ты бы не стал подписывать? Ну, не знаю, ехать в этом году. И вообще без детей, без семьи пришлось ехать? Да, ехать, ну, я не знаю, да уже все сделано, сейчас можно хоть сколько на эту тему говорить. Говорю, вот пока до сборной дома сидел, я об этом думал очень долго и, как бы, прям наедине с собой у меня всякие мысли были и печальные и радостные. Ну, сейчас я ни о чем не жалею. А сильно ли ты выигрываешь финансово? Да, и... Ты перед играл три года бесплатно, ну, бесплатно, в том смысле, что ты мало получал и был на первом контракте, да? У тебя там были... Ну, я там продлевал, 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 чтобы было чуть больше, чуть больше. Да, сейчас не могу сказать, что там сильно выигрываю, но как у меня, хорошие условия подписал очень для себя. Ну, понятно, если бы мне давали там условия, которые меня не устроят, я бы поехал, потому что, ну, тоже оставаться ради того, чтобы остаться, не знаю, хочется денег зарабатывать. А Киселевич в последний год прямо говорил, я чувствую, что готов, чувствую, хочу попробовать. У тебя было такое чувство, что ты можешь вот там заиграть, и вот даже в первый год именно в НХЛ? Да, было, конечно, но об этом сильно не думал, потому что не было такого момента, что я уже готов туда ехать. Так что, иногда, да, сидел и думал, что готов там играть, могу играть, и об этом мне говорили и с Айлендерс, но это понятно, что они, так я думаю, всем будут говорить, любая команда. Но об этом так серьезно не думал. А состав не изучал Айлендерс? Где бы ты там себя видел? Не особо не вникаю. Не вникаешь? Ну, я же еще туда, допустим, если бы я туда поехал, все бы поменялось там у них, и там уже по факту надо было смотреть. Ты подписал опять же на 4 года, ты, это длительный, самый длительный контракт вообще, с которым мне известно в КХЛ. Это вот столько команды Афтон Лиз будет серьезной, то есть она надолго пришла, действительно? Ну, команда серьезная задача, да, и я доволен, что я подписал на 4 именно года, потому что команда строится, она растет, с каждым годом шаг вперед мы делаем. Так что, я думаю, что за ближайшие 4 года, надеюсь, надеюсь раньше, постараемся что-то выиграть, выиграем. А вы же уже выиграли, вы выиграли конференцию для автомобилиста, это вообще были какие-то нереальные... Ну, мы могли проходить УФУ во втором раунде, ну, они оказались сильнее на данном этапе. А Метцилл отырался сильнее? Да нет, они играли здорово, все вместе. Ты провел год рядом с таким человеком, как Доус, он реально крутой вообще? Ну, да, человек профессионал, что он, посмотреть за ним, как он к себе относится, ну, сразу понимаешь, что не просто так у него такая статистика и, ну, в общем, профессионал полностью. Были решения на льду, которые даже тебя удивляли, и ты думаешь, ну, как он это делает? Да, я всегда думаю, как он бросает, так вот, все, и коваржу постоянно подъезжаю, спрашиваю, как так, я говорю, вот, ну, вроде видно же, что он туда бросит, он говорит, ну, вот так вот, да, я сам не знаю. Калкин говорит, что у Доус как раз проще броски, тяжелее у Трямкина, вот эти сильные, мощные. Ну, Трямкин, что, они неуправляемые, наверное, за то, что, да, не знаю, ну, Трямкин, что, да, мощные, но, не знаю, я как со стороны нападающего смотрю, когда мы делаем упражнение для нападающих, у Доуса, она и летит сильно, и точно, как бы, поражаешься иногда. Это невозможно натренировать, это удар? Да, я не знаю, пытаюсь натренировать, что-то вы ненавидели, куда летит, вообще. А, ну, летит нормально, кстати. Ну, летит нормально, только не туда. А в передаче, вот, его решение, в каких-то моментах было такое, что ли, тоже, вот, думал? Да, нет, ну, в хоккее вообще можно любого ожидать, там, нету времени удивляться чему-то, так что, конечно, бывает, там, какие-нибудь, ну, это у любого игрока, там, Дакоста может, там, кому-нибудь нарисовать так, что, там, думаешь, ничего себе, и бывает, там, кто-нибудь, там, хит какой-нибудь сделает, как Денис Бодров у нас выбросил, у человека, так что, ну, бывает разное, но вот этому не успеваешь удивляться на льду. Ты стал больше распасовывать, это, просто система поменялась в твоем звене, или, ну, уж остались закрывать так, что лучше отдать передачу, чем... Да, мы играем, как играем, как бы, я понимаю, что у Доуса сильнее бросок, точнее, ну, что больше шансов забить, так же с Дакоста, думаю, если есть пас, ну, да, даже любому игроку, если есть пас, я отдам всегда, не буду там бросать, но это у нас менталитет такой российский, потому что мне все даже доус подъезжали, зачем ты отдаешь, бросай, 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 как бы, ну, я думаю, ну, у меня, вот, лучше отдать пас для меня. Был сложный период у автомобилистов, когда вы, там, у нас и два «Акбарс» не дают гонал, и вот, начали поражение очень много, ну, не очень много, но были поражения. Как вы это переживали в клубе, и вообще не началось ли тряски, что, тебе сказать, ну, все, теперь нас поставят на место, на наше девятое место? Да нет, как бы, особо паники не было никакой, мы старались, выходили в каждом матче, бились, но не получалось, но как-то все с позитивом это пережили, и все спокойно дальше пошли. Мартимьянов говорит, что для него была важной задачей привить вам вкус победителя, чтобы вы после побед не радовались особо, там, не переживали, а вот, ну, принимали как должное это. Появилось у автомобилистов, что вот вы выиграли, ну, вот, ну, ау, как-то еще иначе-то. Я не думаю, что как должное, и как это можно не радоваться, это твой труд. Ты за это деньги получаешь, премии какие-то за победы. Как ты можешь этому не радоваться? Ты бьешься, чтобы выйти и посмотреть на итоговый счет. Ты выиграл, это уже радость. Ты будешь радоваться от этого. Дух победителей, да нет, мы даже, ну, это любому хатисту надо научиться делать то, чтобы после игры уже постараться забывать матч. Да, выиграли, ну, порадовался, все, следующий день у тебя новый день. Также после поражений делаешь анализ игры и постараешься забыть как можно скорее эту игру, потому что уже следующая, и на следующую надо выходить уже с свежей головой. Мартин Янс из Екатеринбурга, ты тоже фактически уже местный. Что узнал об этом трене нового? Ты же с ним никогда раньше не работал. Ну, мы были знакомы все равно, как бы, нового, да я не знаю, что-то нового. Ну, может, он ругается сильнее, чем кто-либо или наоборот. Да нет, но он может и поругать, и не поругать. Сейчас подумаю, сейчас долго буду думать. И что у меня аккумулятор? Были ли моменты, когда он тебя своим поведением, своими какими-то шагами удивлял? Да нет, в принципе, не думаю, я не знаю. У нас такая, понимаете, с тренерами связь в команде, что любой человек может подойти там, и, допустим, даже был такой момент, что некоторые устали в команде, ну, на самом деле все игры там пацаны провели, и просто нам дали отдохнуть, просто вот даже на тренировку, вам не надо, и все. Бывает такое, потому что все игры сыграли. Так что, ну, это все действует, это сообщает, потому что, ну, чтобы, блин, я не знаю, как объяснить. Ну, понятно, чтобы не было такой атмосферы, что приходишь на работу, как на работу. Ну, да, у нас все в радость, мы приходим, мы довольны, всегда улыбаются все в раздевалке. А на тебя, Мартимьянов, кричал когда-нибудь, на что-то наказывал, на что-нибудь? Ну, конечно, меня в этом сезоне садили даже пару раз. Скажи вот про эти эпизоды. Так, ну, бывает такое, что не пошло, или в Спартаке, по-моему, меня первый раз посадили, потом в Минске. Ну, покричал, потом мы разобрали ошибки, и он мне сказал, что ему не нравится, и я постарался это исправить. То есть это не конфликт, а обычный рабочий момент? Да, конечно, ну, любого игрока могут посадить. В смысле, ну, что бывает, из-под тебя бросают, раз, там, опасный момент, коварш тащит, два, ну, это уже как бы, ну, идет и идет, и опасные моменты, команда другая создает. Ты там, допустим, шайбу из зоны не выводишь, или еще что-то такое. Бывает, любого могут посадить, но я сам знал, что он допустил такие ошибки. В принципе, мне дали отдохнуть, иди посиди, подумай, вот и все. Летом ты переживал, что не можешь забить, и вообще казалось, что сезон будет для тебя опять ужасный. Ты ходил, пухлакал, ну, там, слезы, я видел. Наоборот, я не переживал, что не могу забить, я летом вообще всегда не забиваю, но об этом даже не думаю. Я тебе сразу сказал, что уверен, что в сезоне у меня все хорошо будет, и вроде нормальный сезон отыграл. А вот, кстати, действительно есть ощущение, что ты крутую работу сделал в этом году? Ну, мог бы и лучше, я думаю. Мог бы и лучше, в чем? Ну, в плане результативности даже той же. У меня были моменты хорошие в плей-офф, я не забил там. Я думаю, мог перевернуть вообще серию, когда мы играли первую игру, домашний Юсуфой, за минуту до конца там метц его вытащил. Ну, вот, ну, и так, в принципе, еще много таких моментов. Ну, а так, с этого года я начал играть в меньшинстве, для меня это большой плюс. Круто играть в меньшинстве? Ну, я больше всех времени сейчас провожу, зато из нападающих в команде, так что на льду. Так что я всегда в тонусе, мне нравится это. Прилетал тебе в этом году шайба так, что ты хотелось завершить карьеру? Да нет, так нет, конечно, но травму получал там через щиток, шайба пробил ногу, несколько швов и пропустил там несколько недель, пару недель, по-моему. Щиток целый, на наде швы. Вот так вот, показать тебе. Ты снимай что-то. Нет, там тоже конец игры, мы играли в торпедо, меньшинство, и ну, лег под шайбу. И вот, пробило, ну, доиграл, все нормально. Потом после игры прихожу, конек снимаю, у меня кровь везде, там, ну, в коньте, в осте. Второй ребенок у тебя родился, сколько у тебя будет вообще детей? Примерно шесть. Да нет, двое пока, пока надо остановиться, пусть подрастут. И вот как раз два года будет уже, будет попроще с ними, может, говорим, на самом деле поедем в НХЛ попробуем. Ну, это сейчас даже не хочется на эту тему говорить, загадывать. Ну, так, я кайфую от своих детей. Понятно, смотри. Вы думаете, это по Инстаграму, как ты кайфуешь действительно. Он тебя действительно хоккей любит или ты заставляешь? Нет, я вообще его не заставляю. Единственное, что вот, я хочу, чтобы он приходил ко мне на матчи, потому что, когда он играет, я вообще совершенно по-другому отношусь ко всему. Его вижу, все сразу спокоен, понимаю, для чего я здесь. А иногда там завожусь, и все, и могу там удалиться или еще что-то. Вот. А так он всегда любит ходить на хоккей, он говорит, буду смотреть дома по телевизору. Домой прихожу после игры уставшей, с клюшкой уже бежит ко мне, у нас ворота есть. И все, давай играть, папа гол, бегает, болеет. Ну, приходится играть. А почему на стадион-то не приходит? Ну, ему, видимо, там, может, у кого-то пацаны постарше, может, еще с ним не играют, и ему, может, из-за этого там обидно, что ли, ну, что его говорят, иди смотри хоккей, и тут с ним не играют, а где все дети уже бегают. Может, я не знаю. В раздевалку приводил? В раздевалку, если он ходит на хоккей, то он всегда приходит. У нас очень много маленьких детей в команде, и все между собой, талифанчики. Ну, а с кем он больше всего дружит? Да, он еще маленький, ну, чтобы прям так дружить, ну, у Вишневского, наверное, у Ивана. Саша сын, наверное, с ним постоянно, они там, он про Сашу спрашивает, Саша про Диму. В Инстаграме часто вот хоккей-то с сыном играешь, иногда видно, что он посильнее тебя. Да где ты настоящий, на автомобилисте или дома? Ну, дома я выгладываюсь вообще, прям вообще, на все, не знаю, на сколько процентов. Я думаю, дома посильнее. Просто он тебя выигрывает, наезжает? Ну, так он опытный уже, поиграл, поездил. Хватит у вас сил? У нас еще 3 минуты. О, кстати, написано, голый, что в 3 минуты. Да, ну, до 55 может. А хватит ли сил у этого автомобилиста выиграть? Мне казалось, что у вас, во-первых, не хватило опыта. Вот реально опыта не хватило. Чисто психология, о которой говорил Мартемьянов. Не хватило, да елки-палки, какой там трактор вы прошли, а вот Салават Южа. Ну, вот ты посмотри, в том году, вот эта команда Уфы, она играла с трактором так же, то же самое. И Челяба прошли дальше. Ну, Уфа, видишь, растет, как команда, так же крепли. И, в принципе, они там в нескольких играх нам вообще не дали ничего сделать. Я думаю, что да, где-то опыта не хватило. Они более опытные в этом отношении, но мы делаем правильные выводы и мы растем как команда. Так что, ну, в том году проиграли в первом раунде, в этом году во втором. Надеюсь, в следующем году второй пройдем и будем играть уже в финале конференции. Я там уже дальше попрям. Все говорят, ну, очень тяжело расставаться с командой, которая добилась многого, конференцию выиграли. Но изменения будут, ведь все равно будут уже там известны какие-то изменения. Ты не боишься, что вот это внесет дисбаланс? Был сейчас уникальный коллектив, там все дополняли друг друга, а вот сейчас вот все это... Да, я думаю, у нас не глупые люди сидят в руля. Так что тренера, там, генеральный менеджер, директор, они селекционную работу, думаю, нормальную проведут. Они понимают, кого надо взять, с кем надо попрощаться. Конечно, жалко, когда расставаться там с некоторыми из ребят будет, потому что они часть коллектива, часть команды, ну, ну, это жизнь такая, как бы, хоккейная. То есть всегда было, есть и будет. Ну, вот. Но я думаю, придут не менее крутые игроки. Так что, ну, надеюсь на это. Не будет Дакосты, французский ты выучил хоть немножко? Ну, со Стефаном, да, мы прям нормально дружим, общаемся через переводчик, либо так, на русском, на английском чуть-чуть. Ну, а французский никак? Французский, да, нет. То есть в Монреаль ты не поедешь? Да я пока не знаю, куда я поеду вообще. Двучилы, может. Двучилы, это маленькая Швейцария? Ну, жалко, да, что не будет Дакосты, вот пора, потому что... Со Стефаном мы играли почти весь сезон с Паре, тот сезон, в этом сезоне немного, и они хорошие пацаны просто, как люди просто. Ну, мы общаемся, мы друзья с ними. Ну, ничего не поделаешь с этим. Не удивлен, что Бек в авангарде я стал играть так, как не играл нигде ни у Асми, ни в Куннуне. Ну, на правильную позицию, я думаю, его поставили там в большинстве, так что нашли применение ему. Ну, я очень рад за него, тоже хороший парень, мы с ним тоже общались, когда он был здесь. И Тимашов с ним общался? Да, нет, они после этого нормально тоже дружили, ну, как, не знаю, дружили, не дружили, но общались. А Коварш у вас остается, это главный, наверное, Козырь, да, очень сильный вратарь, я думаю, что на лету с Мецелом, Мецелом по понятным причинам посильнее чуть-чуть. Коварш на таком же уровне, да? Я не скажу, что Мецелом посильнее, но они как минимум на одном уровне, это два лучших фратаря лиги, наверное, на данный момент. Так что, ну, там, понятно, шестера, сорока еще есть, но я имею в виду про нашу конференцию хотя бы. Ну, вот, ну, это, наверное, самое главное подписание автомобилиста, я считаю, что Коварша надо было оставлять, и я очень рад, что он остался. И во время сезона у него появилось повреждение, и шла речь вообще о возможном окончании карьеры. Вы психовали вкуль? Да, мы не психовали, мы переживали только за его здоровье, ну, здоровье важнее всего. Но был ведь риск, что его не вернется? Ну, конечно, но мы об этом и думали, что он не вернется, и ты переживаешь за человека, за его здоровье, главное, чтобы он там инвалидом не остался, вот, самое главное. Ты будешь за эти два года, ближайшие, по крайней мере, усиливать английский, стараться? Ну, конечно, я обещал, да, вот когда летом ездили в Нью-Йорк, обещал, что буду учить, в этом сезоне начал играть с Доусом, и мы начали разговаривать много, ну, как, парни начали нам переводить. Вот, и после игр мы с ним переписываемся, там, ну, обсуждаем либо игру, либо просто там какие-то моменты, там, ну, что-нибудь, в общем, общаемся. И понятно, что, ну, через переводчики я все читаю, сижу и стараюсь уже это, запоминать что-то. Ты можешь сейчас купить у меня сумку на английском? Нет, денег нет с собой. А, в этом смысле сумку, да, шаг разъяснил. Ну, нет, тоже бы не объяснил, нет, ну, сумку, да, да, смогу. Ну, я не буду, что-то, стесняюсь этого, английского своего, да, так что-то... Ну, нет, ничего. Продолжение следует...